Это крутой журналист, редактор и медиа-менеджер. Я бы назвала таким форвардом. Повным аналогом спадарени Слудской в экономичной и финансовой сфере является спадар Баварыка. Для нее невозможного нет. Таких людей всегда не очень много, и поэтому это очень важная роль. Дух профессионализма, и он промывляет и закрадет. Получается, в ночь с 8 на 9 апреля меня перевели из ИВС на Владарского в камеру. В 4 часа утра я туда попала, и в первую минуту увидела Юлю. Когда открылась дверь, Юлю с просонью посмотрела. Вот я тогда, можно сказать, и увидела впервые Юлю. Началось наше непосредственное знакомство. А так, в принципе, конечно, Юля – это известный человек, известная персона, авторитет в СМИ. Поэтому я всегда знала, что есть такая Юлия Слудская. Есть вещи, которые не смогут никогда делать никакие роботы, и которые имеют неприходящую ценность. Это качественная журналистика, это настоящие журналистские расследования, это истории про людей, которые могут рассказать только другие люди, которые этим искренне интересуются. И вот это не умрет. На самом деле, познакомились, наверное, где-то в 2010 году, летом, когда Юля работала в избирательной компании Владимира Никляева. Она приехала в Варшаву, чтобы познакомиться с представителями СМИ. Ну а потом, после 2010 года, Юлия приехала уже в Варшаву на постоянку. Не по своей воле, конечно, но такая была ситуация просто после выборов в волна репрессий. Как тогда всем казалось, невиданная совсем и непонятная совсем волна репрессий. На прошломе 2010-2011 года в пресс-клубе появилась бiałorusка дзенникарка. Кто из знакомых дзенникарств запыта, если могли бы мы начать współpracу с дзенникарами бiałorusскими. Потому что пресс-клуб оттего есть, чтобы дзенникарцы со мной współpracовали. Мы встретились с Юлией и она сделала на меня фантастичное впечатление. Это был первый в мире пресс-клуб, который работал на иммиграции. И первый в мире пресс-клуб, который работал в стране или вокруг страны, которая не являлась свободной с точки зрения работы средств массовой информации. И мне до сих пор непонятно, как Юлии удалось добиться официального статуса в среде фамилии, в семье международных пресс-клубов. Потому что два условия. Ты работаешь в стране и ты работаешь в свободной стране. А тут показалось, что как раз для нее международный пресс-клуб сделал исключение. И это очень хорошо показывает, каким человеком является Юлия. Что для нее невозможного нет. Ее получается сделать все. Я бы назвала таким форвардом, то есть человеком, который может вносить какие-то реформистские идеи, реформирские подходы в работе. То есть таких людей всегда не очень много, и поэтому это очень важная роль. В первую очередь бросается в глаза то, что это интеллектуал, человек с хорошим образованием. То есть мне кажется, что больше всего она в СИЗО страдает именно от того, что она не может реализовать свой потенциал как менеджера, как активного человека. Потом, когда на очередной волне оттепели в Беларуси, Юлию удалось с пресс-клубом переехать в Минск, вот этот пресс-клуб для меня тоже лично всегда был такой точкой на карте Минска, в которой обязательно надо было появиться, прийти. Ну, в общем, один из поинтов миссии – это площадка, открытая для всех, площадка, на которой мы по нашей миссии пытаемся разговаривать друг с другом, формировать доверие. Знаете, мне кажется, что один из самых в этом смысле успешных наших ивентов – это те лекции, которые мы делаем с Белстатом. Белстат объяснит, когда Белстат объясняет журналистам, как работать с данными. Белстат, как известно, не самая закрытая структура из ГОСов, а как раз самая открытая, одна из самых открытых. И в этом, ну, мне кажется, что это круто. С Юлией Слуцкой я познакомилась несколько лет назад на вечере памяти Олеси Алипая. Это была осень 2018 года, 40 дней после смерти Олеси, и пресс-клуб предоставил нам свое помещение для организации этого вечера. Я, конечно, знала, кто такая Юлия Слуцкая, что это крутой журналист, редактор и медиа-менеджер, но так случилось, что до тех пор мы с Юлией лично не пересекались и не общались. Белопан был участником проекта пресс-клуба «Медиа IQ». Это мониторинг белорусских медиа на предмет соблюдения журналистских стандартов. И это был чудесный проект, очень полезный проект. Профессиональная журналистика без стандартов невозможна. Журналистику без стандартов мы сейчас можем наблюдать в работе государственных СМИ, которые истово выполняют госзаказ и довешивают ярлыки на конкретных людей без суда и следствия, искажают факты, подтасовывают их, манипулируют ими, по сути, сеют вражду в обществе. Ну, наверное, по работе государственных СМИ можно сейчас написать классное пособие, какой не должна быть журналистика. Ребята из пресс-клуба пригласили меня поучаствовать в жюри и поменторить несколько команд в пресс-хакатоне. Я привел даже с собой несколько групп, которые как раз-таки журналисты, которые работали в каких-то миди стандартных, традиционных, остались без работы, думали, вот, собственно, чем дальше заниматься. Там же мы познакомились с каким-то количеством людей, которые, ну, просто очень были воодушевлены и зажигались вообще в самой идее делать какое-то региональное миди или делать какую-то прессу на достаточно конкретную тему, которая их, опять же, очень сильно вдохновляла или зажигала. Было очень интересно познакомиться со всеми этими ребятами и со всеми этими командами. Пресс-клуб – почему крутая площадка? Наверное, в первую очередь потому, что в каждой стране есть потребность и есть необходимость, чтобы появлялись новые ростки, вот, какие-то новые группы медийные, новые виды прессы. И для того, чтобы это появилось, людям, во-первых, надо место, где они могут общаться с единомышленниками, а с другой стороны, очень важно получить вовремя, вот, на самом-самом старте хотя бы какую-то минимальную помощь. И в отличие от традиционного бизнеса, здесь все-таки есть очень большая социальная составляющая. Пресса для нас очень важна, мидия для нас очень важна, чтобы узнавать правду, чтобы получать обратную связь от общества, чтобы узнавать о каких-то вещах, о которых иначе мы, может быть, никогда бы не узнали. И, конечно, без такой площадки очень сложно рассчитывать, что люди будут сами собираться и стартовать какие-то новые вещи. Еще до прихода моего УБИС, БИС владел совместно с пресс-клубом, экспертно-аналитичный клуб. Я думаю, что это один из таких выдатных экспертных проектов, который так само крыстается немалым попытом. Проект подъехал в том, что на экспертные дискусии запрашаются политики, дипломаты, эксперты и у всех этих, как и чинные, так и замежные. Обмен думками, обмен меркованиями и выпрацовка пауных решений, либо хотя бы выпрацовка пауных идеял на конт оптимальных решений, что до Беларуси. Я знаю, что и команда пресс-клуба, и Юлия, они выступали за диалог журналистов государственных и негосударственных СМИ, за диалог со властью, с бизнесом. Но я думаю, что период, когда диалог с властью, общество с властью был возможен, он уже потерян безвозвратно. Те репрессии, которые сейчас идут со стороны власти в отношении медиа и бизнеса, и третьего сектора, показывают, что в природе этой власти заложено только насилие и только жестокость. Я думаю, что эта власть может пойти на какие-то компромиссы, но только под давлением. Мне кажется, на данный момент возможен какой-то диалог между независимыми структурами, но такой диалог с властями просто нереален в теперешних условиях. Ну, в принципе, то, что Юля находится в тюрьме, тому подтверждение. Диалог, безусловно, возможен, но он затруднен. Потому что для того, чтобы был диалог, люди, которые участвуют в нем, должны чувствовать себя в безопасности. Они должны чувствовать, что им ничего не будет за высказывание своего мнения. Очень важно, чтобы вот эти разные точки зрения не приводили к репрессии. Поэтому, конечно, сейчас-то затруднено. С другой стороны, пытаться все равно нужно, работать над этим все равно нужно. И то, чем занимался пресс-клуб, я считаю, это очень важная тема. Вот возвращаясь даже к теме хакатона, там я не заметил какой-то специальной идеологической окраски. Там были команды и люди, которые на самом деле нацеливались на самые разные темы. Не обязательно политические, социальные, локальные, еще что-то. Я надеюсь, откровенно надеюсь, что как обычно будет. То есть история Беларуси показывает, что всегда после репрессий приходит время оттепель, когда политзаключенные все-таки выходят на свободу. Я встречал очень многих чиновников белорусских, которые понимали, что это не так должно быть. Они понимали, что это очень архаично, что это очень так для 20 века, может быть, да. В 21 веке в центре Европы очень сложно жить и работать, и управлять страной, которая не является демократией. И я думаю, что, чтобы находить таких людей внутри системы, надо предпринимать какие-то попытки диалога. Юлия, я думаю, что Юлия подписалась бы под моими словами. Многое изменилось. В целом в обществе многое изменилось. Мне кажется, что культура противостояния, которая была у нас несколько десятилетий, она вообще стала не очень актуальной. Стала актуальной скорее культура активизма, когда очень много молодых людей, активных людей уже не выстраивают свое будущее на противостоянии и борьбе, а они вокруг себя строят какую-то среду. Эти сообщества, микросообщества объединяются, они разрастаются и таких становится все больше. Попыт на профессионализм был заусиодный, а в последний момент он еще больше взросл в белорусском грамадстве. Белорусское грамадство стало еще больше адекватным на протяжении 10 лет. Еще больше потребована культура менеджмента, то есть, что презентует спадарня с людской в наивысшей ступени. Полным аналогом спадарня с людской в экономичной и финансовой сфере является спадарба барыка. Не смотря на то, что они обо два находятся в Турмены, они вельми шмат зрабили, на шмат болей, чем многие от тех, кто находятся на свободе. По той причине, что дух профессионализма он промывляет и закрадает. Пресс-клуб это в моем меркавании, ну и не только моим. Это хипа повсюдное меркавание, что это сфера, это кузня журналистских кадров, профессиональных кадров. Это выпрацовка высоких стандартов. Это так само место, где сустракается журналистыка, экспертыза и политика. Если бы у меня была возможность, я бы сказала Юле, что я все передала ее дочери. Что в первую очередь, потому что, конечно, она больше всего скучает по родным. Ей сказала бы, что ничего не изменилось. Здесь ее ждут, любят, уважают, ценят. Это все. Чтобы она не забывала, что на свободе, я думаю, тысячи людей очень за нее переживают. И очень ждут ее на свободе, в Минске, в Варшаве, где-нибудь. Так что, Юля, держись и выходи на свободу, как можно быстрее. Юля, так как просила, когда мы говорили в прошлом году, когда мы думали, что можешь стать арестована, я спросила тебя, как тебе помочь. И ты говорила, чтобы мы не забывали о тебе, чтобы мы говорили о том, что случилось. И я обещаю тебе, что мы говорим в разных международных институтах, гремиях, мы говорим о том, что по разу третий был предупрежден арест, что у нас есть трудные условия, и так далее. А то, что могу сказать, чтобы ты себя держал. Я знаю, что это трудно, но то, что верьте, имеет смысл. И диктатуры премьются, а правда остается. Редактор субтитров А.Семкин